Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня мы создадим вселенную вместе с вами, можно сказать, в прямом эфире. Но перед тем, как мы приступим к созданию целой вселенной, я вам немножечко расскажу, каким образом вообще это происходит. Смотрите, мне в этом поможет физика и простой язык. Я постараюсь до вас донести информацию простым своим русским языком. Мы живем в двух мирах. Сами мы представители макромира. Это мы, это я, это вы, это моя камера, моя супруга, дома, города, страны, планеты, звезды, вселенные. Все это макромир и он работает по своим определенным правилам, которые мы все знаем с начальной школы. Также есть микромир, которым занимается квантовая механика и в микромире все работает немного по другим правилам, по правилам суперпозиции. Объясню на простом примере. Представьте, что сейчас сзади вас упал баскетбольный мяч. И пока вы на него не смотрите, а только слышите, что он упал и начинает отскакивать, вы не знаете, где именно он упал. И для вас мячик находится в суперпозиции. Это если мы переносим законы микромира на законы макромира, что в принципе хотят сделать через М-теорию, чтобы совместить два этих мира и понять, каким именно образом устроена вселенная, ведь все так и должно работать. Ну и вернемся к мячу. Вот он прыгает и пока вы на него не посмотрели, пока вы не стали наблюдателем, вы не знаете, где он находится. И он находится везде, во всей вашей комнате или где вы там сейчас меня смотрите. Но как только вы повернетесь и зафиксируете его, вы увидите, что мяч упал, предположим, справа или слева или по центру. При этом есть вероятность, что когда вы посмотрите, он упадет не справа, как вы увидели, а слева. И вот из-за этой интересности, из-за этой особенности микромира и квантового мира, из-за мира, где все в суперпозиции, мы сейчас и создадим нашу вселенную, новую вселенную. Смотрите, у меня есть монета, это 1 евро. Эта монета уже была виновной в создании нескольких миров. Смотрите, что я делаю. Я погружаю его в одну из рук, перемешиваю и показываю вам два кулака. А теперь дам вам время, немножечко, буквально 5 секунд, угадать, где же эта монета. Давайте. Она в правой руке или в левой руке? Она в левой руке или она в правой руке? Вы сделали свой выбор? Ну а теперь давайте я открою. Она в правой руке. И те, кто сказал, что она в правой руке, молодцы. Да и те, кто сказал, что она в левой руке, молодцы. И вот сейчас создалась вселенная. И даже не одна, потому что, скорее всего, меня посмотрит не один человек, может быть 2-3, это значит 2-3 вселенные. Почему так произошло? Потому что, когда вы выбрали правую руку, те, кто выбрал правую руку, я открыл, показал вам монетку, мы остались в этой вселенной. Но, по законам, опять же, контового мира, по законам суперпозиции, я также открыл эту руку для вас, и она была пустой. Тем самым создалась вселенная, где сейчас моя рука правая была пустая и без монеты. То же самое и с левой рукой. Аналогично, те, кто выбрал левую руку, и я показал, что там нет монеты, в параллельной, в новой вселенной, также выбрали левую руку, но там была монета. Потому что, на момент выбора, пока я не открыл руки, монета для вас была в суперпозиции. Для меня ничего не поменялось. Но для вас поменялось, для вас создалась новая вселенная. Скажите мне спасибо. Я надеюсь, в новой вселенной будет интересно. Так же, как и в этом ролике, потому что вселенная это интересно, квантовая механика это интересно, суперпозиция это интересно. И если вам действительно показалось это интересным, то поддержите мой канал, подпишитесь на него, поставьте лайк, прокомментируйте, распространите этот ролик, чтобы другие тоже посмотрели на эту интересность. И поняли, что жизнь очень многогранна, и не нужно лениться, нужно самосовершенствоваться и познавать такие моменты, маленькие радости жизни. Вот они. Ну а также, спасибо за просмотр. Если вдруг это не ваш формат, ну извините, но вы все равно его посмотрели. Спасибо за это. Ну а с вами был, если будет всегда, Данила Рыжкин. Самый субъективный продаж всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.